Интервью с ведущим экспертом Российского совета по международным делам Алексеем Наумовым. Как вы считаете, какие шаги может предпринять Россия в ответ на попытки Армении сменить зонтик безопасности? Сейчас в отношениях России и Армении наступает некий период новой откровенности. Москва видит, что традиционный союз с Арменией, в котором никогда не было смысла, он никогда не приносил выгоды самой России, был вызван некими постсоветскими иллюзиями о какой-то общей судьбе народов. Но теперь мы видим, к чему это привело и чего стоит этот союз на самом деле со стороны Армении. Я думаю, что в итоге Россия поймет, что у нее нет никаких оснований продолжать фактические союзнические отношения с Арменией, и начнет изолировать Южный Кавказ от внешнего влияния. Причем Россия будет это делать со странами, которые находятся в этом регионе и которые разделяют эту цель вместе с ней. Соответственно, это Азербайджан, Иран и частично Грузия, хотя мы понимаем, что последняя находится в этом списке скорее на вторых ролях. Иран заинтересован в том, чтобы в регион не приходили внешние силы, Азербайджан также не заинтересован в том, чтобы в регион вошли в нерегиональные силы. К тому же Карабахский конфликт сейчас закрыт, а это был один из болезненных вопросов в российско-азербайджанских отношениях, и в связи с этим я ожидаю улучшения отношений между нашими странами, в том числе и на фоне выстраивания нового глобального миропорядка с опорой на суверенитет разных государств. Россия и Азербайджан прекрасно разделяют эти позиции, и я здесь настроен оптимистично. Как вы расцениваете недавнее принятие резолюции Европарламентом, предполагающей рассмотреть возможность членства Армении в Евросоюзе? Каковы шансы Еревана на сей счет? Я рассматриваю эту резолюцию как морковку, которую ЕС демонстрирует Еревану, хотя при этом мы понимаем, что Армения в эту структуру не войдет. Этого события ожидает и Турция вот уже сколько лет, а Армения, к тому же, не является экономически привлекательной для ЕС, Скорее всего, она гарантированно будет страной-реципиентом помощи, а не страной-донором, то есть получателем доплат. Европейскому Союзу это не нужно. Для принятия страны в ЕС необходимо единогласное решение, а этого не будет. Скорее всего, гипотетическое членство в ЕС будет маячить передо Армении, чтобы та выступала проводником воли Запада в регионе, но по факту никакого вхождения ее в эту организацию мы не увидим. Допускаете ли вы вероятность вывода российских военных из Армении в обозримом будущем? Допускаю вывод российских военных баз из Армении в среднесрочной перспективе, но не думаю, что это будет какой-то большой потерей для Российской Федерации. Дело в том, что наличие этих войск в Армении было выгодно в первую очередь и самой как гарантией безопасности. Мы видим, что Армения не хочет выполнять условия трехстороннего заявления и открывать Зангизурский коридор, а существование российских военных могло быть неким стимулом, который вынуждал Ереван это делать. Но не будет же Азербайджан получать силой то, на что имеет право, потому что там есть российская военная база. Если база будет выведена из Армении, то как мне кажется, этот вопрос будет решен в кратчайшие сроки. Причем невзирая ни на какое членство Армении в ОДКБ, учитывая, что она не выполняет взятые на себя обязательства. Поэтому я не вижу большой трагедии в том, что российская военная база будет выведена из Армении, напротив, это расставит во многом точки на да и приведет реальность в соответствии с текущей ситуацией в международных отношениях. Стоит ли говорить о возможности подписания мирного соглашения на фоне интенсивного вооружения Армении? Что касается мирного соглашения, то здесь Никол Пашинян идет по натянутому над пропастью канату. С одной стороны, ему нужно оставлять Армению на первом плане обсуждений в Европейском Союзе, в США, в России, и для этого подписания мирного договора не нужно. Если же это соглашение будет подписано, то Армения быстренько уйдет с первых полос мировых изданий и станет никому неинтересной. Николу Пашиняну это не нужно, потому что с подписанием мирного договора у него резко возрастут шансы потерять власть ввиду того, что возникнет много неудобных вопросов к нему внутри страны. Если же он не подпишет договор с Азербайджаном, то Азербайджан может попытаться силой получить свое и решить территориальные вопросы, в том числе и открытие Зангизурского коридора. Так что полагаю, сейчас вероятность подписания мирного соглашения снизилась, поскольку армянский премьер почувствовал французский ветер в своих парусах. Кстати о Франции. Как вы расцениваете попытки Парижа втереться на Южный Кавказ и вероятность появления французских баз в Армении? В этом вопросе я разделяю позиции Азербайджана и России, согласно которым проникновение внешних сил на Южный Кавказ губительно для региона. Париж преследует в этом вопросе следующие цели. Во-первых, пытается утвердиться в качестве общеевропейского лидера, сместив Германию, и сыграть на своем бывшем имперском величии, что импонирует французам. Во-вторых, Макрону нужна сильная, настырная Франция, чтобы кандидат от его партии выиграл выборы, учитывая, что растет популярность альтернативных кандидатов, в том числе от радикально правой партии Национальный Союз. Поэтому, я думаю, Франция будет пытаться войти на Южный Кавказ и готова к открытию военных баз. Но если Армения выступит безвольным проводником французской воли, тогда она обречет себя на роль изгоя в регионе. В этом случае Армения должна будет превратиться в военную базу, и вместо того, чтобы торговать с соседями и богатеть, она будет зависеть от поставок из Франции и находиться в состоянии готового к войне ежа. Так что попытка Парижа войти в регион губительна для мирного процесса и налаживания отношений, органичных внутри Южного Кавказа, и никому счастья не принесет.